За их плечами нелегкомысленные фотосессии, ветреные поклонники и прочие атрибуты гламура, а весомый трудовой стаж работы на Марийском машиностроительном завозе, крупнейшем промышленном предприятии региона. Сменить строгую форму и показать себя во всей красе смогли 14 красавиц ММЗ на конкурсе «Мисс Заводчанка-2016». В этом году он посвящен юбилейной дате – 75-летию со дня образования завода. На нестандартном конкурсе красоты побывала и наша съемочная группа. Наравне с мужчинами на заводе они работают токарями, монтажниками, инженерами, конструкторами, контролерами. Одним словом, на рабочем месте не глазками стреляют, а интеллектом. Настоящая мисс Заводчанка, по мнению организаторов, должна быть в первую очередь человеком надежным, целеустремленным, предприимчивым. На заводе молодежи очень много, и поэтому проведение конкурса, спортивных мероприятий – это тоже является неотъемлемой частью жизни нашего коллектива. Как не затеряться, когда вокруг девушки в одинаковых нарядах? Правило первого впечатления – походка, улыбка и сияющие глаза. Стать участницей конкурса «Мисс Заводчанка» в этом году пытались 37 работниц ММЗ в возрасте до 35 лет. В итоге отобрали 14 самых перспективных. Дефиле в деловых костюмах – как одно из испытаний. Рост от 170 и привлекательная внешность – не залог победы. У каждой участницы свой козырь в рукаве и свой талант. В 2013 году разработала свой программный продукт и стала победителем Всероссийского научно-инновационного конкурса. Готовились активно, готовились два месяца упорно. Подготовка к конкурсу шла очень оживленно, очень весело. Мы почти каждый день ходили на репетиции. У нас уже создался коллектив, довольно дружественный, и мы вообще с девочками сдружились здорово. В их работе мало романтики, но творческий конкурс оказался под силу каждой. Петь и танцевать некоторые умели еще с детства. Другие открыли в себе таланты только во время подготовки к конкурсу. Тема «Год кино» – задача вжиться в роль героинь популярных фильмов. Участницы все как один побывали и в роли дизайнера. Шили платья, костюмы, головные уборы, так сказать, из подручных на заводе материалов. Мелких латунных обрезков, медных пластин, шурупов, гаек, скрепок, упаковочного материала. И чем оригинальнее наряд, тем выше баллы. Меж тем о том, кто выиграет, стало известно за полчаса до конца конкурса. Но только жюри. Призы и титул получила каждая, а кто-то и не один. Событие года объявляется королева завода! Шошина Анастасия. Мисс Заводчанка-2016 на Марийском машиностроительном заводе работает всего-то несколько лет. Трудится комплектовщиком, параллельно учится на третьем курсе по ГТУ. Очень неожиданно. Если бы не поддержка моего цеха, моих родителей, моих друзей и близких, я бы точно не смогла выиграть. Готовилась очень долго, практически два месяца. Целыми днями не спала, ночами. Думала, как бы сделать так, чтобы быть лучше. И думаю, что у меня получилось. Сегодня победа, восторги и слезы счастья. Уже завтра красивое платье девушки сменят на свою привычную спецодежду. Просто работа у них такая.